Реприза имени Андрея Миронова, Михаила Драгунова, Санкт-Петербург. И сегодня Михаил Драгунов, конечно, почитает нам стихи, потом мы попросим Елену Андреевну, Андрея Котова, спит для вас. Итак, Михаил Драгунов, Санкт-Петербург. Ну, в Тарханах, конечно, нельзя не прочесть Михаила Юрьевича Лерну. Молитвы. Я, Матерь Божия, ныне с молитвами, при твоем область, ярким сиянием, ни о спасении, ни перед битвой, ни с благодарностью или покаянием, не за свою прошу душу пустынную, за душу странника, в свете безродного, но я вручить хочу дел не имею. Теплые заступницы мира холодного, окружи счастьем душу достойную, да и сопутников полных внимания, молодость светлая, старость покойная, сердцу не злоба, миг упованье. Срок ли приблизится, часу прощальному, в утро ли шум, в ночь ли безгласную, и восприять пошли к лужу печальную, лучшего ангелы души прекрасной. Узник, дайте мне сиянье дня, черноглазая девица, черногрёва коня. Я красавицу молодую прежде сладко поцелую, на коня потом вскочу, в степь, как ветер лечу. Но окно тюрьмы высок, дверь железная с замком, черноокая, далёк, в пышном тенье своём. Добрый конь в зелёном поле, без узды, один по воле, скачет весеный гриб, хвост по ветру распустив. Одинок, нет, отрады, стены голые кругом, тускло светит, луч лампа умирающим огнём. Только слышно за дверями, звучно мерными шагами, ходит в тишине ночной безотелетный часовой. Когда волнуется желтеющее небо, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зелёного листка. Когда росой обрызганной, тушистой, румяным вечером, или утро в час золотой, из-под куста неландыш серебристый приветливо кивает головой. Когда студённый ключ играет по оврагу, и погружая мысль в какой-то смутный ссор, лепещет мне таинственную саду про мирный край, откуда мчится он, тогда смиряются души моей тревоги, тогда расходятся морщины на челе и счастье я могу постигнуть на земле. И в небесах я вижу Бога. Насечкой золотой блестает мой кинжал, клинок надёжный, без порог. Булат его хранит таинственных закал наследие бранного Востока. Наезднику в горах служил он много лет, не знай платы за услугу. Ни по одной грудь провёл он страшный след, и ни одну порвал кольчугу. За бабу он делил, послушнее раба, звенял в ответ речам обидным. Тогда была ему богатая резьба, нарядом чужды и посты. Он взят за деревом, отважным казаком, на хладном трупе господина. И долго он лежал заброшенный потом в походной лавке армянина. А теперь родных ножок и избитых на войне лишён героя спутник бедный. Игрушкой золотой он плещет на стене, увы, без славы и без вреда. Никто привычным заботливой рукой его не чистит, не ласкает, и надписи его, молясь перед царёй, никто с усердием не читает. В наш век измеженный не так ли ты, поэт, своё утратил на значение, назлато променяв ту власть, которой свет унимал в немом благоговении. Бывало мерный звук твоих могучих слов, воспламенял бойца для битвы, он нужен был толпе, как чаша для перов, как фимиан в часы молитвы. Твой стих, как Божий дух носился над толпой, и отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой, часы торжеств и бед народа. «Но скушен нам простой и гордый твой язык, нас тешат блёстки и обман, как ветхая краса, наш ветхий век привык морщины прятать под румяна. Проснёшься ли ты опять, осмеянный пророк или никогда, на голос мщенья из золотых ножом не вырвешь свой пленок, покрытый ржавчим презрением. Я давно разъехаться домашним, всеближний давно вразбродит, и одиночеством всегдашим полно всё в сердце и в природе. И вот мы здесь с тобой в стороншем в лесу безлюдной пустыни, как песни, стёжки и дорожки возросли наполовину. Теперь на нас одних с печалью глядят бревенчатые стены. Мы брать преград не обещали, мы будем гибнуть откровенно, мы сядем в час и встанем в третье. Я с книгой, ты с вышиванием, и на рассвете не заметим, как целоваться перестанем. Ещё пышней и без шабашней кружитесь, осыпайтесь листья и чашу горечи вчерашней сегодняшней тоской превысь, привязанность, влечение, прелесть, расселись, в сентябрьском шуме заройся вся, в осенний шелест, сомри или опало умень. Ты так же сбрасываешь платья, как роща сбрасывает листья, когда ты падаешь в объятия в халате, с шелковой кистью ты благогибельного шага, когда житьё тошнее недуга, и корень красоты, отвага, и это тянет нас друг к другу. Осень, Давида Сапрова. Давай поедем в город, где мы с тобой бывали, года, как чемоданы, оставим на вокзале, года, пускай хранятся, а нам хранится поздно, нам будет чуть печально, но бодрый и морозы уже дозрела осень до синего налива, дым, облако и птиц летят неторопливо, ждут сня, листопады недавно отшуршают огромный и простой в осеннем полушарье и всё, что было зыбкой, растрёпан и розно мороз скрипил слюною, как ласточкины гнёзда, и вот ноябрь на свете огромный, просветлён, и кажется, что город стоит незаселённый, так много свет у неба, саду и гнёзд вороньих, что ты не замечаешь людей как посторонних, но как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняю сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДРАТИСМЕНТЫ 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 с Михаилом Дрогуновым. Ваши бурные аплодисменты с Алмой Петербургом. Я хочу сказать, что сегодня такое событие вынимается здесь, на Левовской земле. Мы не только можем слышать русские народные песни, этнику, сейчас мы будем приглашать Евгения Андреевна, мы слышим потрясающую лирику, потрясающим исполнением. Мы увидели, услышали, прочувствовали как можно так сделать человеку, якобы не профессионалу, тамборского позначишек. Это было на профессиональном уровне. Еще раз аплодисменты. Итак, дорогие друзья, и у нас еще, понимаете, вы сегодня, дорогие друзья, одарины подарками из подарков. Курик. Курик.